Всем привет, с вами Гений. Сходил всё дня к психологу. К психологу сходил, кайфанул там реально чисто. Короче, я сначала шёл и думал, что мне нечего будет за эту неделю рассказать, но потом за эту неделю дохуя всего произошло. Я ей рассказал то, что от Нарезчиков отписался, вот, и то, что мне прям сразу легче, как камень с души стало. Потом я ей зачитал свой трек. Дальше, значит, чё, я всякое порассказывал. Я сегодня пожаловался очень много под Сантре. Я для себя открыл охуенную тему. Я узнал, что такое сострадание. Ебай, я просто охуел. Оказывается, я постоянно говорил вам то, что, типа, ребята, не надо меня жалеть, мне ваши советы нахуй не всрались. И ни с кем не делился своими проблемами из своих друзей, потому что мне нахуй не въебались даже их советы. Даже Соня не делился, потому что мне её советы не нужны. А оказалось то, что сострадание, это не когда дают советы, а когда просто кивают головой. И я просто, ну, блядь, я не знаю, это, может быть, для вас было очевидно, для меня это было вообще не очевидно. Кивают головой, это порой оказывает большую поддержку, чем какие-то советы ёбаные, которые я ненавижу. А может тебе вот так сделать? А может тебе вот так сделать? Может ты просто нахуй завалишь ебало? Значит, я вам рассказываю, как оказывается, как мне рассказали, когда твой друг, твой друг внезапно либо очень грустный, или он плачет, то ты, какая твоя реакция, как обычного человека? Ты чувствуешь у себя дискомфорт, потому что ты привык к одному другу, да, то, что он с тобой весёлый, всё такое, с тобой болтает, общается. А тут он либо грустикс, либо, ну, мы возьмём его в абсолют, либо, допустим, твой друг начинает плакать, да? Ты никогда не видел, что твой друг плачет, и ты такой, типа, опа, блядь, что за нахуй, я хочу избавиться, мне не нравится это ощущение. И что ты начинаешь сделать с другом? Ты ему говоришь, блядь, заканчивай плакать, да всё нормально, и начинаешь ему какие-то советы давать. А иногда твоему другу нужно просто поплакать, блядь, и всё. И что ты, возможно, съебался, а, возможно, сел бы рядом и просто сказал, братуха, я с тобой. И всё, блядь. Я просто охуел. Оказывается, ну, я, типа, для себя новое ощущение в жизни открыл, что меня не бесит то, что мне сострадают. А то, что меня бесит, то, что я неправильно понимал слово «сострадают». Меня бесят ёбаные советы, которые я не просил никогда. А когда мне говорят, слушай, братуха, ну мы понимаем, что у тебя сейчас тяжёлая ситуация. Всё, блядь, для меня это уже всё, поддержка. Потому что я сразу понимаю, зачем мне нужен друг. Поэтому, реально, это прикольная тема. Учитесь, век живи, век учись, я научился, реально. Это для меня самое главное, как бы, открытие было, то, что я прихуел. Вот, и я, возможно, теперь буду своими проблемами делиться со своими друзьями, но только заранее их предупреждать, чтобы они мне, нахуй, советы свои ёбаные не давали, блядь. И вы тоже мне, нахуй, ваши советы не всрались. Вот, потом я и зачитал, этот, свою песенку. Вот, я, правда, ей сказал, давайте я вам сейчас зачитаю песенку, но если вам будет кринжово, вы сделаете вид, что песня не кринжовая. Она такая, нет, я не буду это делать. Я говорю, что, блядь, я же просто хочу поделиться песенкой, но, может быть, если она вам не понравится, то... Она говорит, я не буду, я не буду притворяться, что мне не понравилось. Я вам скажу лично, что мне не понравилась эта песня. Я говорю, а нахуй я её тогда читать, блядь, буду, ёбаный? Не-не-не, другая песня, не пропиглена. Вот, короче, я её прочитал в стихотворной форме, без музыки, без всего. Прочитал в стихотворной форме свои текста потрясающие. Она сказала, что ей очень понравилось и всё такое. Я ещё сегодня эту песенку спалил Джеку Луне. Он сказал, что я охуел, какой я крутой, вот. Ну ладно, это я себе представил. Он сказал то, что... Он сказал, нихуя сильно, важную тему поднимаешь, ебань. Вот, и я такой, нихуя, еба, бом-бом-бом, ёба. Да, конечно, зачитывал бы я своему психологу головорезы. Я бы пришёл бы к ней и сказал бы, здрасте, я вам плачу деньги за 55 минут полторы тысячи рублей. Давайте я вам сейчас зачитаю головорезы три, ебать. Да, конечно, да, именно головорезов я зачитал ей. Естественно, блядь, конечно. Вот, ну, короче, дальше что ещё? Блядь, что-то я ещё важное рассказал и забыл. А, я ей пожаловался то, что на меня школьники как-то странно смотрели, потому что когда я вижу, что на меня смотрят школьники, я предполагаю то, что они сейчас меня узнают и начнут до меня доёбываться, что мне неприятно, вот. Я говорю, я к вам вот подходил, и меня, блядь, школьники заметили, но не подошли. Но на меня почему-то странно смотрели. Вот, у меня постоянно триггер. Да не про цирк даже, не про цирк. Вы не знаете этот трек. Его знают... Кстати, из подписчиков его знает человек 12, наверное. Я ночью зашёл на сервер Бункер, на который вы, блядь, не играете. И там зачитал тоже в стихотворной форме, но у меня с тех пор текст увеличился в два раза. Вот, ну, нормально, короче, по центре. Сегодня не прям весело было, там особо нечего рассказывать, но мы всякое пообсуждали, красиво сделали. Потом, по центре, это я на стриме показать не могу, но я могу выложить фотокарточку, потому что потом я встретился с Бородором. Я видеокарточку вывожу, видеокарточку в Телеграм, потому что там содержится... Я на стриме не могу показать, потому что там содержится оружие, блядь. Потому что мистер Бородорчик получил уже оружие. Он пришёл с документиками, мне всё показал. И я, конечно же, не трогал это, потому что это не законы. Я не трогал. Вот, да, теперь у Бородорчика есть пистолетик. Бородорчик рассказал мне про законы. Даже если ты на самолёте летишь, ты можешь перевозить, если у тебя все документы с собой есть. Ты идёшь в отдельную комнатку, сдаёшь его в оружейный именно отсек. Есть типа для людей, багажные там, для животных. И есть оружейный отсек отдельно в самолётах, прикиньте. Потом, когда прилетим мы в Москву, он пойдёт опять в какой-то кабинет, и там заберёт этот пистолетик. Короче, я просто охуел, насколько он крутой. Он прошаренный во всех этих законах, он типа шарит. Вот, он сказал мне, я этого вам не буду говорить, я передумал... Не, вот это я не буду говорить, всё нормально. Вот, ну там нормальный пистолетик у мистера Бородорчика, теперь всё красиво. Вот, осуждаю, но на концерте я, ну, предполагаю, что охрана у меня будет тотальная. От шкил, защита от шкил, тупорылая и красиво. Да, да, во сне, во сне. Это всё во сне. Я, вы только, ну, там... Да-да-да... Выстрелы в шкил не уверен, что будут производиться. То есть, если шкила не предоставляет угрозу, то стрелять по шкиле нельзя. Шкила должен предоставлять угрозу, блядь, чтобы по шкиле можно было стрелять. Вот, и нормально было бы так, всё красиво. Да, это нёрф. Это нёрф, туда эти пенопластовые эти пульки вставляются, и, ну, короче, нормально, красиво. Вот, а потом я пришёл, всё застримил. Ну, и пока зрители подошли, расскажу вам, что... А потом я подрублю на Твиче, и, возможно, это будет даже, типа, через 5 секунд, потому что, рассказываю ещё, к психологу пошёл, зачитал ей строчки. Ладно, я вам ещё строчки спойлерну. Я уже и так строчки из этого трека спойлернул, но я спойлерну ещё. Значит, моя самая главная психологическая проблема на данный момент, которая связана со стримами, я вам и так вот каждый день на эту хуйню жалуюсь, да? Для кого я выступаю? Для вас или себя? Собственно, я вам не буду даже палить, что было до этого. Я задался вопросом, типа, господа, извините, Может быть, это некрасиво будет звучать. Ну, короче, мне не понравились последние два стрима. Вот, на Ютубе. На Твиче как будто всё нормально. Последние два стрима на Ютубе мне не понравились. Я после них не получил удовольствия. Вот обычно, когда стрим охуенный, я заканчиваю стрим, и я такой, блядь, как же охуенно было. На предыдущих стримах я и смотрел своего любимого Криосана. Мы шли на разные сервера, смотрели. Мы занимались тем, что мне обычно нравится. И вы развлекались. И зрителей было много. Там на пике было сколько? 5 тысяч зрителей или 4 500. То есть, людям нравилось. Но я сам не получил удовольствия от этих трансляций. Непонятно почему. У меня есть предположение. Как бы, я не факт. Я в этом не уверен. Я ещё так глубоко не рыл. Но последние два стрима я пытался развлечь вас, но не развлекать себя. И вот поэтому думаю, ёбаная импровизация. Вы будете там выступать, а я буду смотреть и такой, типа, ээээ, бля, импровизация, прикол. Короче, я к тому, что я хочу попробовать себя поразвлекать. Может быть, у меня из-за этого вот эта вот хуйня, хуёвое состояние. То есть, я стараюсь для вас, там, идейки придумываю, да, там, везде по чуть-чуть контента, там, вот тут посмотрели видео, тут пошли на этот сервер, потом вот этот вот режим создали, потом вот сюда ещё сходим. И я в работе, я как будто работаю, шарите. Я как будто пытаюсь постоянно вас развлечь, а сам, типа, я сам не получаю удовольствия от того, что я сижу за комплюдахтером. Вот. Поэтому, бан. Поэтому я теперь, я, короче, в ближайшую неделю, мне сказал психолог, что это плохой выбор на самом деле, но в ближайшую неделю, может быть такое, господа, что я просто скажу, ребята, сегодня на ютубе просто стрима не будет, потому что мне нечего показывать. Я не хочу из себя выжимать. Какие-то реально приколы там, да, специально что-то придумывать. Вот то, что я вчера специально подготовился, это был мой план, как бы. Тут я от этого... Короче, если бы вчера стрим закончился на Майншилде, это был бы прекрасный стрим, но он бы шёл бы 15 минут. Но это, это то, от чего я кайфанул. Это та удочка, которую я закинул, и я кайфую до сих пор. От этой темы сам стихотворение 10 тысяч раз переслушал, да, вот, комментарии все почитал, и долбоёбов, и не долбоёбов. Информации подсобрал нормальной, такой интересной. Вот. Ну и последнее расскажу вам, и пойдём уже запускать, потому что сервер мне уже создали, всё уже подготовлено. Но это, возможно, вообще полный бред, но я с психологом тоже поделился о том, что мне, короче, мне как главному герою моего фильма мне нужен антагонист, да, это называется. Вот. Я, короче, в поисках антагониста нахожусь. Вот. Потому что я как будто, блядь, юношеский максимализм потерял, который, возможно, двигателем прогресса был. Короче, это я хуйню полную несу, но я начинаю думать в эту сторону. Блядь, вы замечали то, что я всегда с чем-то воевал, блядь? И всегда мне было интересно с чем-то воевать. А потом я внезапно понял, что всё в мире относительно хорошо. Ну, типа, мне не нравились нубики, я хуесосил нубиков. Потом каждый раз я с кем-то ругался на СП, и вот какие-то конфликты меня подогревали. И вот в последний год я, блядь, вообще ничего нигде ни с кем не ругался, никого не хуесосил. Переключился на вас, начал хуесосить. Короче, я нахожусь в поисках антагониста. Возможно, пусть конфликт даже будет не настоящий, но зато будет весело и интересно. Вот. Мне нужен враг, блядь. Вот. Вы мне можете выбирать врагов. Я, значит, хочу назначить своим главным врагом одну женщину, у которой тупое имя. Вот на сегодняшний день она мой самый главный враг. Значит, вот смотрите, какой прекрасный пост, да, напоминаю, с галочкой. Значит, здесь, да, какое моё красивое лицо, да, то, что будет Блицк Ринж, да. Значит, здесь какое-то ублюдище, блядь, по имени Никель, блядь. Что за имя, ёбаная колхозная? Значит, написала, что очередное шоу фриков, блядь. Вот, естественно, получила ответ. Я, я, конечно, ну, такого бы никогда не сделал, но во сне, если бы у неё была бы открыта личка, то мои пираты уже уничтожили бы её личку. Это в моём сне бы только произошло. Я же в жизни, ну, в жизни я, ну, я против буллинга, блядь. Чё за хуйня. Но на данный момент это Никель, или как её там, блядь, зовут. Она мой самый злейший враг. То есть она вот это вот шоу фриков, меня, моего друга Чака Луни и сосиску обозвала шоу фриков. Вот, ну, совсем охуела. Вот, ну, как бы я, я жёстко задоминировал. Я самый доминативный комментарий написал, как бы, и собрал лайков практически, как бы, столько, сколько у неё в жизни не было. Вот, так что, ну, я доминатор. Я пенис-доминатор. Это про меня, значит. Допустим, ну, просто, допустим, идею какую-нибудь такую, чтобы я, допустим, не против одного unfiny, а, допустим, ну, против какого-нибудь сервера всего. Сука, да всё, хватит меня байтить, блядь.